Добрый вечер. Сегодня у меня в гостях журналист, историк, писатель и, что чрезвычайно редко для автомобильной журналистики нашей страны, инженер Денис Орлов. Здравствуй, Денис. Ты все-таки отказываешься от статуса инженера, хотя ты в профильном институте учился, что крайне редко. Добрый вечер или добрый день? Уже вечер. Добрый вечер. Мы не по берлинскому времени, не по среднеевропейскому. У нас, начиная с 17.00 в Москве, стартует вечер. В прошлый раз мы с Денисом начали цикл повествований о прошедшем будущем, затеяв разговора о концепт-каре Вольво 30-летней выдержки. Сегодня продолжение сериала рассказом о концепте Опеля, сопоставимой древности в конце прошлого века, обозначавшего тенденции уже давно наступившего завтра. И тема разговора Денисом очень правильно сформулированная, почему автомобили в итоге не идут в производство. То есть принцы рождаются буквально на раз, а автомобилей нет. Принцы бывают, тоже задерживаются. Они принцы. Ну, на пару недель подумаешь там. Замечательно. Поздравляем, пользуемся случаем, поздравляем. Британскую корону? Британскую корону и британскую королевскую чету с прибавлением. Не зачтется, Денис. Давай лучше про автомобили. Давай лучше про автомобили. Про немецкие автомобили. Да. Итак, Opel, причем я специально не называю модель, потому что здесь много о чем можно поговорить. То, о чем ты сейчас будешь повествовать, имеет имя. Поэтому давай подходи тихонечко к этой теме, оглашай. Opel называется Opel Max с двумя буквами. С большим количеством X в конце. С большим количеством. Нет, там не 3X, а там 2X. Но, вероятно, я вот почему-то вдруг подумал, что в этом был какой-то глубинный смысл. XXL. Это вот, наверное, оттуда. Потому что изначально машина на эскизах, она наоборот называлась там что-то такое. Minimalize. Ну, в общем, какое-то такое. Сейчас я даже не вспомню, как это было название. То есть вот сначала они хотели обыграть слово mini. А потом вдруг неожиданно для автомобиля база колесная, которого составляет всего лишь два человеческих шага, решили придумать вот такое вот название Opel Max. Вообще год, когда они создали эту штуку уже в натуральном материале, его можно было потрогать, если не ошибаюсь, 95-й. 95-й. И тогда у них была малышка Corsa в производстве. У них была малышка Corsa, чрезвычайно успешная машина, серийная, 1,2 литра, как сейчас помню, 4 цилиндра. И в целом она удовлетворяла Opel в этом сегменте, но решили они сделать машинку еще поменьше. Потому что Max, он вообще и по кубизму своему другой, и по размеру, и по сути. Ведь замах был поначалу на то, чтобы этот автомобиль был хотя бы двухместным, с возможностью трансформации в 4 места. Они с этой концепции очень долго возились. Сколько же мест есть сделать? Сколько назначить? Они сделали его изначально 2 плюс 2, как бы. А потом подумали, еще сделали удлиненную версию. То есть вот если в основном варианте эта машина от одного колеса до другого нужно было сделать два шага, то есть колесная база, то в удлиненном варианте 3 шага. Но назвали, правда, тоже Max с двумя иксами. Вообще по логике было бы очень хорошо. Вот одна короткая машина с двумя иксами, удлиненная машина с тремя иксами. Да, либо XXL, что тоже в принципе обозначает ее продолжительность. А зачем они вообще в целом полезли в эту тему? Ведь хватало же. Корса есть, Корса кормит. А с какой стати они решили, что перспектива мирового автопрома, она будет такого японского облика. Практически однообъемник, маленький, городской. Понятно, что город заканчивается, но Корса разве мало? Тут, наверное, все-таки ими двигали те же самые мотивы побудительные, что и у создателей Вольво, о котором мы с тобой уже говорили. Им было просто интересно сделать, получится ли это или нет. Потому что это как раз тот самый настоящий концепт-кар, в котором очень много сконцентрировано всевозможных технических решений, в том числе и спорных. Но они начали с размера. Они пошли по пути такой визуализации. Давайте сделаем что-нибудь маленькое. Вот это маленькое, оно на тот момент, и когда Вольво бралось за эту тему 30 лет тому назад, и когда Овер брался 18 лет тому назад, оно тогда еще было символом убожества, а не передовых технологий. 18 лет тому назад маленькая машина — это машина для нищего. Зачем нужно было затевать грандиозный проект под названием «Супермашина для супернищего»? Ну вот очень интересная на самом деле тема, потому что именно отношение к этому проекту со стороны потенциальных покупателей и стало основным препятствием на пути воплощения его в серию. Технологии, да, в принципе, эта машина была, конечно же, затратна. То есть так делать серийный автомобиль, наверное, не получилось бы. А вот главное же все-таки, что они почувствовали, что, наверное, такой автомобиль не продастся. Вот к чему-то полезли. Ведь когда лезли, понимали, что это интересно. Интерес в чем? Просто так вот разум поупражнять свой. Тем более, что они делали это на стороне, по большому счету, они были носителями идеи. Они не воплощали его. Ну так всегда получается. Я так понял, что ты хочешь про Бертона сказать, да, в этой ситуации? Да нет, в данном случае я хочу, чтобы ты мне рассказал, как человек, более понимающий немцев, в отличие от меня, зачем они вообще полезли в эту странную тему, которую они в итоге не доиграли. Вот ответ на вопрос, почему не рождаются машины, в отличие от принцев? Ведь они шли тем путем, которым в итоге весь мировой автопром все равно пошел. И здесь они могли даже опередить. Не получилось. Сейчас они в эту тему не играют, в отличие от того же Вольксвагена, который то с трехлитровыми машинами балуется, то делает вот этот свой шикарный гроб, с потреблением в один литр, ездить на котором нельзя, но хранить в котором можно будет очень даже здорово. Он, собственно, и по форме уже готов. Но он должен, по-моему, в серийное производство заявлен, этот автомобиль. Да, еще лет 20 они будут каждый день нам рассказывать о том, что эта машина уже давно серийная. Это так принято, да. Ну, сейчас, да, сейчас это некая такая тема общая, так сказать, популярная, спекулятивная. Мы вот сейчас экономим, бережем природу и все остальное. На самом деле это, конечно, не так. Это все... Ну, это потому, что зеленые и голубые, наконец-то, стали создать в парламенте, а между ним стоит знак равенства, между зелеными и голубыми. Это игры, да. Это все политические игры, абсолютно как бы ничего не имеющие общего с техникой. А в данном случае, в данном случае, это же техника. Это же придумать. Вот этот автомобиль, который мы здесь можем видеть на шикарном постере. Он стоит у нас в студии, и те, кто будет по видео у нас потом смотреть, может посмотреть, как он здорово выглядит. Он у нас в студии стоит в варианте 2D, то есть вот в плоскостном таком варианте, к сожалению. Пальцем можно потрогать. Да, ну, можно подойти потом, потрогать пальцем. Он же очень интересно сделал. На самом деле, это не автомобиль, это киоск, ларек, я бы даже сказал. Потому что он сделан по такому же принципу, которому сегодня делаются, например, ларьки по продаже газет, сникерсов. Еще немножко, и мы в Москве забудем, как выглядит ларек. Ну, да, да. Вот я сегодня пытался мороженое купить на улице. Я не смог купить. Только в супермаркете. Да, наш замечательный мэр устранил все киоски мороженого. Вот такую вот замечательную русскую, московскую. Традицию старую, продавать мороженое возле выхода в метро, в трамвайных остановках. Ну, в Ханты-Мансийске, наверное, просто не принято есть мороженое. Ну, вот. Лимит не тот. Да, да. Так что вот. Итого, вот технологии, которые были заложены в эту машину, ведь кроме спорной внешности, которая на тот момент считалась чрезвычайно передовой, очень удачной. Внешность, прямо скажем, никакая. То есть он, ну, вот кубышка и кубышка. Здесь гораздо интересно, из чего он составлен. Он составлен, действительно, он составлен из алюминиевых профилей, ровно из таких, из каких делают киоски. То есть вот есть стандартный алюминиевый профиль. Его нарезают на какие-то определенные отрезки. Эти отрезки там сворачивают на винтах, склеивают, сваривают среди инертных газов. Получается вот такая вот штука. Вот автомобиль сделан из стандартных профилей. Эта технология называется экструдирование или экструзия. То есть есть такие калибры, через которые... Я же говорил, что Денис Орлов инженер. Кто не верил? Есть некие калибры, шаблоны, через которые выдавливается разогретый до пластического состояния, до пластичного состояния алюминий. И получается вот действительно вот такая вот идеальная ровная прямая балка, например, вот сечением там такого, такого, такого. Вот они набирают кузов автомобиля, как киоск собирают. И поэтому, да, если отрезать их подлиннее, то будет колесная база в три человеческих шага, а покороче, как вот на этом варианте, в два шага. Это была первая идея. Им просто захотелось сделать дешевый и очень технологичный алюминиевый кузов. Тем более с утилизацией все в порядке. Когда машина служит свое, в ней можно газеты продавать. Совершенно верно. Вторичный алюминий — это вторичный продукт. У нас сейчас где-то, наверное, процентов 70 алюминия, используемого в автомобилестроении в мире, это алюминий, полученный уже методом переплавления банок из-под пива. Ну, в нашей стране эта технология пока еще не освоена. Еще как освоена. У нас автомобилестроения как такового нет. А уж откуда тут алюминий-то? Алюминий мы поставляем всему миру. Титан, алюминий. Это одно другому не мешает. Мы раньше титановые лопаты по всему миру продавали. КБ сухого. Ну, потому что производство самолетов было не так востребовано, как титановых лопат. К машине, тем не менее. К машине. Значит, одна из технологий была — это попытка сделать чрезвычайно маленькую по массе машину. И тем самым, в том числе, сделать минимальный расход топлива. Кроме технологического удобства, когда ты из алюминиевых профилей ее собираешь как конструктор, ведь задача еще была что-то сделать с мотором. А с мотором, по большому счету, они же далеко не пошли. Нет, здесь как раз еще интереснее. Дело в том, что всегда в любом проекте есть что-то... То есть, допустим, как рождается проект? Рождается несколько сумасшедших людей, инженера, я не знаю, кто. Они создают, придумывают, у них рождается идея. А вот сделать бы вот это вот что-то. Но это что-то, оно должно пройти в следующей стадии. То есть, оно должно быть утверждено на одном уровне, на втором уровне. И вот какой-то из этих уровней он должен дать добро на деньги. То есть, кто будет это все оплачивать. Так вот, всегда в проекте должно быть что-то, на что выделяются деньги. Был в свое время такой проект, ты его знаешь наверняка. В НАМИ делали автомобиль под названием «Белка». Юрий Аронович Долматовский делал «Белку». Очень симпатичная машина была сейчас, к счастью, для коллекционеров. Ее в приличном масштабе, как игрушку в ларьках продают. Перерыв на новости, потом вернемся. И как это водится по четвергам с гостем? Денис Орлов, журналист, писатель, историк и все-таки автомобильный инженер. Добрый вечер. Так вот, Opel Max Concept. За что платили-то? Какая идея дала финансирование? Вот возвращаясь к моей разлюбимой «Белке» 1955 года выпуска, созданной в «Орбите» и в Москве. Юрий Аронович Долматовский. Вот по накалу, по заряду, это машина абсолютно равноценная по силе заряда. Вот нашему сегодняшнему герою, Opel Max. Ну, «Белка» для 1955 года, это было на уровне полета в космос. Ну, вот я сейчас постараюсь доказать, что Opel Max, он тоже, в общем-то, в космос запустим. Не долетел только. Ну, только не долетел. Так на «Белку» тоже выделялось финансирование. Финансирование выделялось только не на вот эту вот симпатичную машину, которой мы сейчас все любуемся, а на транспортер переднего края. То есть военные заплатили за транспортер, а Долматовский в рамках бюджета создал еще вот этот удивительный, смешной автомобильчик. Подрыв обороноспособности. Так и здесь, так и здесь. Вот он такой смешной, бесперспективный, такой вот затейливый автомобиль, но двигатель в его, двигатель, это было вот то, за что платили деньги. Это трехцилиндровый мотор, литровый, который, в общем-то, практически серийный, серийный двигатель. Там было несколько смелых технических решений, вроде, например, пустотелых распределительных валов. То есть там было два распределительных вала в головке, они были пустотелые сделаны. В результате на двух валах они сэкономили что-то около 600 грамм чистого веса. Ну, то есть вот, если представить себе коротенькие валы, они вот такие вот, коротенькие совсем, потому что три цилиндра, это вот такой вот вальчик. Мотор-то тоже компактный очень. Вот. Они сэкономили вес гранаты F1. Ну, там, примерно, я сейчас так вот вспоминаю, ну, сколько вот полкило гранаты F1 весит. Денис Орлов не просто инженер. То есть вот двигатель там был серьезный. Он был очень интересен еще чем? Он был интересен тем, что, например, если машина была алюминиевая, то двигатель был из чугуна. То есть вот они посчитали, что допустимо сделать маленький, компактный и жесткий очень блок из чугуна тонкостенного. То есть толщина стенок блока составляла 5,5 или 5,6 миллиметра. То есть вот они были вот такие вот тонюсенькие. То есть это был интересный мотор, да. Это был парадоксальный мотор. Потому что жесткость трехцилиндровой конструкции не настолько актуальна. Был бы он, например, 12-цилиндровым, было бы понятно, зачем ему. Но когда их всего три, они там, по большому счету, не сильно друг другу мешают. Ну, жесткость, она всегда должна существовать, должна присутствовать. Да, но предел. Плюс еще тут вопрос встает передача вибраций. Ну, они посчитали, что да, это поскольку игровая такая машинка затейливая, то там с звукоизоляцией, с вибрацией, в общем, это можно отодвинуть на второй план. Вот. Их больше интересовала компактность, потому что им нужно было скомпоновать с двигателем секвентальную коробку передач. Они сделали секвентальную коробку. Я вот не готов сказать на все 100%, но, по-моему, одни из первых они применили в управлении вот то, что называется подрулевыми лепестками, когда есть два лопатки под левой и правой рукой, и пальцами можно переключать передачи. Но тут здесь, наверное, нужно было бы сказать надрулевые рычажки, потому что они еще не знали, что... Куда их присандали? Да, и присобачили их на козырек щитка. То есть вот нужно было пальцами одной руки только вот нажимать на козырек сверху, на приборную... Весь ли он похлопывать? Похлопывать, и он будет переключать. Но эта система, она работоспособная была, она вот действовала. То есть там, на самом деле, вот весь автомобиль был соткан из таких идей. К тому же он каркасно-панельный. То есть вот наружные панели изготовлены из пластика, и, соответственно, их можно по настроению менять. Денис, прости, недалеко уходя от двигателя. Вот в таком описании мотор кажется совершенно непередовым и неинтересным, потому что это очень локальные какие-то были всплески талантливых идей в нем. А ведь на тот момент не было еще очень серьезных экологических норм. Если на сегодняшний день любой двигатель парадоксально силит в силу того, что он обязан быть экологичным, там по евро 12, и еще если можно вырабатывать бензин, а не потреблять его, то, к счастью, тогда конструкторы не были поставлены в столь жесткие условия. Поэтому они, собственно, и отрабатывали какие-то элементы, на сегодняшний день кажущиеся нам мелочью. А на тот момент тихонечко подбирающими несовершенство двигателя, отметившего к тому моменту уже второй век. Потому что все-таки Николаус Отто свои четыре такта запатентовал настолько давно, а двигатель с тех пор настолько всерьез не менялся, кроме технологий, что самое время было поработать над нюансами. Вот это как раз концепция. Она отрабатывала в основном нюансы. И не была рывком вперед, когда мотор с тремя цилиндрами имел 8 турбин и отдачу в 1000 лошадиных сил при ресурсе 2 километра. Как это сейчас модно? Ну, три цилиндра — это очень неудобная схема мотора, потому что он не уравновешен. Отсюда вибрации, отсюда не очень гармоничный звук из выхлопной трубы. То есть это такая вещь, которую не продать романтикам. Но вот тем не менее, вот почему, например, мне лично так милы и привлекательны именно маленькие автомобили, потому что маленькие автомобили — это всегда сверхзадача. То есть вот запихнуть вот в этот крошечный объем все, что автомобилю нужно, и при этом, чтобы там сидело 4 человека абсолютно удобно, комфортно, это все-таки интересно. Это не построить лимузин, потому что, ну, лимузин, да, вот там 5 метров, 6 метров. Есть где развернуться. Да, здесь же, здесь вот нужно проявить некую находчивость, чувство, так сказать, пространственного восприятия, воображения, потому что вот как-то это все надо вместить. Задача-то, кстати, многолетняя, потому что и Ситерен Дэшевой, и Мини Купер — это все из того же самого. И каждая из таких машинок, которые создавались на протяжении вот всей эволюции человечества, они там, ну, не человечество, там… Автомобилестроение. Автомобилестроение, да. Они все время появлялись, такие машины. Там были машины серийные, и были машины, которые вот созданы были в никуда. Да, каждый раз это была какая-то вот… То есть общение, знакомство с таким автомобилем, оно как-то вот приравнивалось к общению с каким-то интересным собеседником. Ты понимаешь, о, как интересно, а вот тут-то какой поворот интересный. То есть вот… Это если ты автомобильный инженер. Да и нет. А если ты обыватель, ты смотришь на форму, и либо принимаешь ее, либо нет. Вот мы опять, так сказать, вот к теме, почему они не рождаются, вот почему они не появляются, эти автомобили. Вот был, насколько успешен Citroёn de Chvo, хотя, конечно, это был редкостный урод для своего времени. Там была мини, вполне себе гармоничная машина. Они были успешны, они были такого же примерно размера, они хорошо продавались, а вот этот автомобиль не пошел. Вот в этом загадка. Он не один такой, этот автомобиль. Дело в том, что, ну, допустим, у Opel был такой еще малолитражный провокационный автомобильчик, он назывался Opel Junior. Такая вот совсем молодежная тема. Кстати, кстати сказать, ведь машина-то молодежная, то есть когда машину создавали, то ее тоже позиционировали и считали, что вот на Opel Max теоретически в будущем должны будут пересесть отроки от 16 до 24 лет. Не до Корса. Следующая их машина будет Корса, а первой будет Opel Max. Так вот, получилось так, что машину сделали как некую альтернативу скутерам, а скутеры оказались сильнее. И вот, вероятно, уже в тот момент, когда машину сделали, они почувствовали, что вот, ну, не переманить, не переманить, что мотороллер, там, я не знаю, самокат, маунтинбайк, он для ребят этого возраста, он интересней. И все. Но, опять-таки, они заложили туда много технологий, которые требовали, по большому счету, строительства отдельного завода. А это экономически было нецелесообразно. Ведь обычные машины, без особо выдающихся концепций, они нормально продавались, нормально кормили фирму. И вот, единожды, открыв финансирование на создание концепта Opel Max и поигравшись в вот эту конструкцию с алюминием, в эти технологии, в этот мотор, да, отработали, положили под сукну, с тем, чтобы через какой-то следующий виток опять вернуться к малообъемникам, тем же самым трехцилиндровым двигателям, которые сейчас у любого конкурента уже есть. Вот аккурат за 10 лет до этого Opel создал маленький автомобиль под названием Opel Junior. Чем примечательен этот автомобиль? Во-первых, это был чуть ли не самый первый проект, в котором участвовал небезызвестный Кристофер Бенгл. Тогда еще приличный человек был. Он делал интерьер, правда. Там очень был интересный интерьер. То есть, поскольку это была все-таки молодежная тема, приборы автомобиля, они как бы вот нанизывались на некие направляющие. То есть, их можно было снять. То есть, часы, например, в автомобиле можно было вытащить и использовать их как настольный будильник. Но подразумевалось, что все-таки молодежь на этой машине будет ездить тусить. Поэтому можно было снять с каркаса обивку сидений и использовать ее в качестве спального мешка. Тогда логично рядом становились вот эти самые часы. Там еще что-то, еще что-то. И получался такой вот автомобиль для такой поездки в лес от родителей вдвоем с кем-нибудь. То есть, из этого автомобиля получилась Opel Corsa, о которой мы сегодня так много говорим, между прочим. Так что... И Corsa... То есть, один концепт получил серийные последствия? Абсолютно машины, то есть... Они разные. В курсе только линия от нее. То есть, вот тот контур, который был нарисован в автомобиле Opel Junior... Но зато Opel Junior в итоге не стал тупиковой ветвью. Он послужил стартом для создания компактного автомобиля. Макс сработал в никуда. Или нет? Я нашел для себя следующее объяснение. Дело в том, что маленькие автомобили — это как бы индикаторы общих настроений. То есть, состояние общества, экономики, социальной жизни. Потому что маленькие машины всегда выстреливали в эпоху кризисов. Что, допустим, тот же самый Дешво, который появился после войны, когда ездить хотелось, а денег не на чем. А на чем было еще перевезти четырех крестьян и корзинку с яйцами, как не на Дешво? Был замечательный такой автомобиль в Германии. Назывался он Паёк. То есть, он назывался Комисброд. То есть, вот придумать автомобиль — абсолютно такое вот коммерческое название. То есть, кто станет покупать автомобиль под названием Паёк? Покупали ведь. Так же, как и кабин-роллер, который был чудовищем абсолютно. Перерыв на новости. А также Денис Орлов и Opel Max. Так вот. Так вот. Суть автомобиля. Интереснейший концепт, не ставший ничем и никем. Отработавший концепции, мало кому интересные и не помогшие Opel. В тот период, когда у них была широчайшая гамма. Ведь 95-й год — это уже сходящий со сцены «Сенатор» и ещё тогда «Омега», тоже не получившая продолжение. Хотя последний «Вектор» как раз, собственно, и была «Омегой». Но решение было принято. Да ладно. Назовём пониже, там и труба будет пожиже, и дымок так себе. Может быть, покупатель на это как раз и пойдёт. То есть, у Opel был большой размах. Было всё, что угодно. И большое, и маленькое. Тогда же они ещё, благодаря подразделению GM и Судзу, получились сразу и пикапы, и внедорожник. И внедорожник был замечательный, который продавался в «Фронтера». Мы же её помним. Да, и «Фронтера», и «Монтерей». А «Монтерей», конечно же. Уж «Монтерей» считается был «будь здоров какой». И у них была целая гамма, всё было хорошо. О кризисе не думалось. Ужимание Европы не было столь очевидным. И автомобиль маленького размера по-прежнему был машиной для нищих. Попытка перепозиционировать его на машину для молодёжи у них была очень робкая. Внутри себя они, судя по всему, согласия не нашли для этой идеи. То есть, спорили до последнего, потом сказали, ну ладно, это всё интересно, но молодёжь не купит, а бедняков кормить машинами не будем, пусть на скутерах едут. Возможно, так оно и было, потому что, ну, бывает же так, что видят проект, говорят, ну, он хороший, всё правильно, всё получилось. Ну, пускай полежит. Такое, кстати, бывает с хорошими материалами. Приносишь в редакцию материал, который, ну, вот ты как бы своим чутьём, своим опытом чувствуешь, что хороший материал, а он лежит. А редактор не чувствует? Нет, он, нет, редактор как раз и почувствовал, редактор почувствовал, что, ну, вот хороший материал, он не пропадёт, он всегда пригодится, всегда найдётся где-то вот какое-то, так сказать, место, кто-то что-то не принесёт. А теперь о наболевшем. А теперь о наболевшем, да. То же самое, как с двигателями, которые иногда ждут своего серийного воплощения десятилетиями. Бывает и такое, да. Здесь что интересно? Вот, ну, во-первых, интересна сама по себе картинка. Это авторская работа. У нас на стенке висит авторская работа. Для тех, кто не видит, а только слышит нас. Ну, правда, это как бы, да, это как-то модно говорить, слово-слово-слово-слово. Не репринт, а как вот... Ну, когда делают... Нет, есть слово репродукция, это из прошлого века. А мы в 21-м. Мы в 21-м сегодня, да. Концепт прошлого века. Да, но суть заключается в следующем. Было уникальное... Было два уникальных брата. Ну, в смысле, они, по-моему, даже живы до сих пор, потому что... Я надеюсь, не братья грим? Никто не знает, сколько им лет на самом деле. Это были Джулио и Бруно Бетти, итальянские художники, которые выбрали себе вот такое вот неожиданное направление в живописи. Называется тех-арт. Вот они рисуют аксонометрические проекции автомобиля. Автомобили в аксонометрии они рисуют. То есть на жаргоне это называется рентген. Вот они рисуют рентгены. Причем рисуют это все дело... Это не компьютерное построение. Это все строится от руки, отрисовывается от руки. Ну, тогда, собственно, и с компьютером было тяжело. А, в принципе, лет, наверное, 50 подряд это рисовалось только вручную. И хорошо, что подоспел фломастер, потому что раньше тушью. Это гуашь. Это гуашь, причем великолепная. Здесь абсолютно прочитываются детали конструкции. Мы можем прямо вот на этом рисунке показать, где что в этом автомобиле, как что устроено. В лучших таких рентгенах, будем так использовать вот это жаргонное слово, в лучших этих рентгенах можно было, замерив размер, допустим, какой-то детали, зная примерно, сколько она может... И понимая масштаб. Да, и взяв логарифмическую линейку, можно было пересчитать и понять настоящий размер, потому что это все строится. Конечно же, это все строится, люди чертят это все. Точно и по-честному. Я все время видел, как это делается. На такую картинку иногда уходит больше месяца для того, чтобы сесть и на настоящей бумаге вручную нарисовать подобную красоту. Да, да. Это очень непростое занятие. Но что еще интересно. Некоторые компании, поскольку это было некоторое время назад, это была очень модная тема, очень эффектно же. Вот так представить автомобиль, это же очень эффектно. И люди попытались удешевить этот процесс и попытались поручить компьютеру рисовать. То есть рисовать такую же штуку, но уже с привлечением современных компьютерных технологий. Оказалось дороже. Оказалось дороже и оказалось проще вот так вот по старинке это все рисовать. А первым подобие рентгена, когда автомобиль схематично изображался в разных цветах, в разрезе, с тем, что можно было понять, эта деталь имеет отношение к трансмиссию, к двигателю, к кузову, к салону, предложил на рубеже 40-х и 50-х дизайнер Мерседеса Поль Брак. Это была его внутренняя идея, когда он, доказывая правоту своего замысла творческого начальнику, понял, что начальник не может понять, о чем говорят. И тогда он взял эту схему и дома разрисовал разными карандашами. Зеленая — это кузов, серая — это двигатель, желтая — это салон, а красная — это трансмиссия. После чего разговор стал уже клеиться. Но мне кажется, все-таки еще и до брака это было. Возможно. Но здесь, например, можно посмотреть, как устроена лавка переднего сиденья, потому что это действительно лавка. С каркасом. С настоящим каркасом. Ставилась же задача проникнуть на заднее сиденье. Для этого нужно было, в лучшем случае, как бы сдвигать эту лавку. Они придумали очень просто. Они придумали ось, на которую они насадили эту лавку, и они ее просто вращали. Чтобы выпустить человека, нужно было эту лавку повернуть, она отодвигалась и открывала проход. Потом ставилась обратно. То есть вот в середине примерно лавки, там есть некий стержень, на который она насажена. Разговор о том, что все-таки она вертится. Она вертится, да. И вот самая простая задняя подвеска, очень экономная, которая дает столько места. Да, они очень красиво ее разложили. Но вот как раз много идей подобного рода потом вылилось в серийных машинах, когда компактную подвеску стали грамотно применять в универсалах и в коммерческой линейке. Opel Combo как раз по такому же принципу построен. Хотя он более-более поздний. То есть не все ушло в стол, не все было выброшено. Да, это подвеска на связанных рычагах. Спереди обычный Макферсон. То есть, в общем, машина достаточно... Но опять же, если посмотреть, например, на стаканы, так называемые, опоры передней подвески, то можно обратить внимание, что они сделаны точно так же. Они внутри пустотелые. То есть это тоже экструдия. Элемент весовой культуры. Да, да. Это машина, которая очень мало весила. Очень мало весила. То есть отсюда и показатели. Она прилично бегала для маленького автомобиля. Это 150 км в час. По тем временам 150 это было избыточно много. 50 лошадиных сил. Крутящий момент даже больше, чем. То есть там, в общем, все хорошо. Это было, в принципе, конечно, опережающее время попытка предложить молодому человеку модный девайс. Вот сейчас, возьми они практически этот же самый макет и украсив его бирюлечками, типа, бесполезного в жизни, но радующего маленьких девочек в Макдональдсе, какого-нибудь айфона, они получили бы совершенно другую реакцию аудитории. Абсолютно. То есть эта машина от смарта мало чем отличается. А, собственно, как раз она и есть ступенька к смарту, только лучше и интереснее. Потому что смарт при всем своем великолепии, он убог расположением силового агрегата. Ну, смарт, он немножко по-другому сделан был. Я считаю, что поскольку это все-таки жанр такой автомобиль и игрушек, здесь можно... Здесь я бы не стал, вот как ты, Сереж, так очень строго оценивать. Ну, вот они поигрались, им захотелось так сделать. Смарт двухместный. Этот автомобиль, в принципе, в основу его концепции, она модульная концепция. То есть можно сделать длиннобазную машину, можно сделать пикап, можно сделать фургон, там, я не знаю, ну, все что угодно. Трехосный автомобиль можно сделать. Пока алюминиевые профили не закончатся, можно наращивать его. Да, да, да. То есть здесь, конечно, концепция более технологичная, более приспособленная для нужд. И если бы они все-таки смогли набраться смелости и довести его до серийного воплощения, то тот автономный завод, который они бы построили, он как раз начал бы не сразу, но приносить прибыль именно в силу модульности, когда под конкретную задачу ты можешь создать в рамках этого семейства любое совершенно воплощение данной идеи. Но Opel было хорошо, у них все было. И поэтому вот здесь вот, опять же, почему машина не рождается? Вот от сытости. От сытости. От сытости. Ну, первое, о чем мы говорили, это, конечно же, восприятие. То есть наверняка они оценивали, как эта машина будет воспринята. И вдруг обнаружили, что... В принципе, они уже тогда, наверное, подметили сегодняшнюю печальную тенденцию. Молодежь не интересуется автомобилями вообще. Потому что автомобиль превратился в такой МММ, в такой вот, как бы, вот разводил его на бабки, извиняюсь, так сказать, за мой французский. На феннинге и дойч-марке. Вот, что люди, может быть, даже, ну, молодой человек может это не понимать разумом, но интуитивно он понимает, что это, ну, это не его. Зачем ему нужно там впрягаться в какие-то кредитные истории, что-то куда-то бегать, выплачивать, следить за состоянием текущего счета. Когда он покупает себе раскладной такой же, из таких же алюминиевых профилей самокат, и на этом самокате шикарно едет, его везде пропускают, чистый воздух вокруг. Ну, то есть, вот, так живет Европа современная. Для него вот эти все девайсы, они ближе и понятнее, чем какой-то автомобиль. Ну, просто рациональней. Не то, чтобы это был выбор человека, который проголосовал даже, может быть, душой, а не только созданием, сколько просто кошельком. Да, и кошелек в том числе. И уж если копить, так лучше на квартиру, чем на машину. Да, конечно, конечно. Вот, то есть, ну, вот сейчас, наверное, такой автомобиль мог бы быть действительно востребован, на самом-то деле. Другой вопрос, что, ну, у Opel сейчас много проблем. Они пытаются закрыть завод в Бохуме. Они его закроют. Они его закроют, да. И, глядишь, там еще что-то произойдет, потому что, ну, ну, что сделаешь? Вот так вот, вот так и не рождаются автомобили. Но, при том, когда время этой машины пришло, они пошли по самому незатратному пути. Они взяли Suzuki Wagon R, назвали его Opel-могилой. И, в принципе, решили этот же самый вопрос, заняв типоразмером японского автомобиля, экологическую нишу, отчасти уже даже принесшую прибыли ему в Европе. И агила следующего поколения, которая Splash, но это, ну, как Splash неудачен, и, в общем, непонятно, зачем сделан так, и с агилой та же самая проблема. Но Wagon R, это вот результат, когда японцы, не свернувшись с данного пути, достигли определенного серийного совершенства. Ну, у японцев вообще это размер очень популярный. Да, кейкары у них всю жизнь такие были, они всю жизнь их строили, и немцы поиграли своей клюшкой в эту игру, а потом поняли, что проще позвать японцев, и благо концерн GM тем и хорош. На тот момент был, когда и Suzuki в него входила. Сейчас уже нет. Но что самое интересное, что в эту игру ведь и мы очень много играли, потому что Белка это Белка, но вот где-то лет за 7 примерно до появления Opel Max, то есть Opel Max это 1995 год, а вот в 1988 году компактный автомобиль сделали в Москве, в Nami. Когда Nami еще занимался делом. Да, это был великий, могучий отечественный автопром на излете. Это был последний выдох господина ПЖ. Да, вот в этот момент, когда машину сделали, закончилось все, закончились бабки, закончился разум. Странно. Да, все развалилось сразу. Но это была интересная машина. Вот у меня, хочу тебе показать, и заодно слушателям и зрителям показать. Махни в камеру. Махну в камеру. Вот покажу это в камеру, покажу, как это выглядит. Для тех, кто сейчас не при телевизоре, эта машина ни на что не похожа в нашей стране. У нас такого не было никогда. Ничего подобного мы не делали. Самое интересное, это вот это вот. Это японские иероглифы в проспекте автоэкспорта. То есть, вот, Сереж, можешь посмотреть. Мы эту машину пытались продать японцам. Перерыв на новости. Перерыв на новости. Денис Орлов, журналист, историк, писатель, и, как уже все убедились, безвозвратно абсолютно, инженер. Опель Макс, концепт. На самом деле, предшественником его была советская машина, сделанная в нами. Они даже похожи чем-то. Они чем-то похожи, да. Ну, либо как все грудные дети, они похожи. Они, в принципе, вот, наверное, все грудные дети похожи. Это хорошее очень такое вот выражение образное, хорошее сравнение. Между ними дистанция 10 лет? 7. Ну, знаешь, кто когда увидел? Когда она появилась, когда, может быть, даже поменьше? Вот 7 лет дистанция огромного размера. То есть, на самом деле, здесь же есть в этом автомобиле, есть те самые технологии, которые раскрыты в Опеле Макс, потому что здесь тоже была попытка создать некий функционально-силовой каркас автомобиля. Они оба каркаса панельные. То есть, есть структура из металла, из алюминия, и сверху на нее навешиваются композитные панели. То есть, это может быть, там, обычный стеклопластик. Ну, в концепт-каре проще всего сделать, выклеить из стеклопластика наружу. По русским технологиям это точно эпоксидка. Вот, да, да. Ну, это не только мы так делаем. Это вот Бертона, которая строила образцы, она тоже так же работает. А в серийном производстве это может быть все, что угодно. Вплоть до Трабанта. Да, но вот получилось так, что вот нами как бы намекнуло на эти самые технологии. Но тут много чего интересного само по себе. Тем более неожиданно то, что мы замахнулись на подобный автомобиль. Мы в тот момент никак родить Аку толком не могли. Который тоже, на самом деле, цельно тянутой конструкции. Подсмотрели ее за рубежом. А здесь вдруг нами пошел автономным путем по созданию машины в нашей стране неуважаемой априори и интересной только инженером. Это был автомобиль, насыщенный технологиями. Многие из этих технологий. У меня как-то попалась статья в каком-то журнале об этом автомобиле. То есть в статье прямым текстом было сказано. А вот тут есть еще некие технологии, которые мы не рассказываем, потому что они пока еще проходят патентование. Прочее говоря, секретные. Да, мне очень понравилась эта идея. В том числе тут была же в этом автомобиле силовая поперечина кузова. В нашем советском. Да, в нашем советском. Силовая поперечина кузова, располагающаяся за передними сидениями. То есть вот где-то примерно вот в этом месте. Я так это постараюсь показать. Каркас безопасности. Она же служила и бензобаком для этого автомобиля. Там внутри располагался бензобак. То есть экономили... То есть это пространственная структура. То есть она имеет высочайшую жесткость на кручение. А полость, оставшаяся внутри, она используется в качестве... Вот заполняют ее топливом. Очень удобно. Ну, поколение людей, выросших в хрущобах, оно очень изворотливо разумом. Потому что все-таки ночной горшок ручкой внутрь, взявший первое место на конкурсе компактных изделий, он не только в анекдотах был. Хрущевка, на самом деле, с точки зрения... Ну, если мы уже так вот перейдем, так сказать, на... От советского совсем к советскому? От советского совсем к советскому. Это, конечно, была такая задачка на сообразительность, с которой блистательно справились. Вот, может быть, еще и поэтому маленькие автомобили зачастую не находят путь к потребителю, потому что потребитель говорит, ну, в этом жить-то нельзя. Ночевать-то можно, а жить-то не получится. Да, да. Хотя здесь вот здесь были поворотные сидения, то есть передние сидения поворачивались, не так, как лавка здесь, а они порознь поворачивались. Вопили на оси, вся лавка целиком. А здесь на каждое сидение индивидуально, на своем, так сказать, на своих направляющих поворачивалось, причем они даже разворачивались. В результате японцы потом эту идею у нас подхватили, и на некоторых машинах она у них появилась. То есть в результате можно было организовать такой некий четырехместный междусобойчик внутри. Тип кузова Визави. Рассадить людей и там, допустим, в картишки перекинуться, там, я не знаю, там бутылку раздавить. На четверых, что нетрадиционно. Это я глупость какую-то сказал, да, про автомобили. Пиво Жигули, в общем, не всегда было алкогольным напитком. Пиво Жигули, да. То есть вот там были такие интересные решения. И самое удивительное, то, что был дизайн. Наша машина, наша советская машина Компакт, она позволяла себе опережать время. Это же не завод, где бедный художник сразу поставлен в ситуацию непреодолимости технологической. Здесь можно было творить, тем более пластик. И, что довольно редко для нас, по большому счету от серийной машины не взяли ничего, кроме колес. Да, да. Ну, что касается дизайна, то это пришлось, этот был период, когда все увлекались таким минимализмом. Сегодня все-таки машины стали поинтереснее, немножко поживее. Но вот мой очень хороший знакомый, человек, к которому я отношусь с огромным уважением, Сергей Радовский. В то время был начальником отдела пассажирских автомобилей в НАМИ. Эта машина Компакт создавалась под его руководством. А ведущим конструктором был Александр Миронов и Алексей Пономарев. Вот были такие люди. А одного из людей, которые участвовали в создании этого автомобиля, ты знаешь, это Антонов. Тот самый знаменитый. Тот самый великий Александр Антонов, который произнес христианоматийную фразу «Нам нужна машина простая, как автомат Калашникова». Да, да. Было сказано достаточно давно. Скажи, Денис, а не хочешь ли ты сказать, что в итоге немецкий Opel Max это подсмотренные у нас идеи автомобиля на МИ Компакт? Или это совпадение? Это скорее мысли в одном направлении. То есть мысли витали в воздухе, мы воплотили по-своему, немцы подступились к этому чуть позже. Человек, как в принципе все люди примерно одинаково устроены, поэтому все, наверное, примерно, так сказать, вот вся позитивная логика, то есть вот она, наверное, в каком-то развивается одном направлении. Поэтому, да, вот они порой так пахнут. Но они, конечно же, разные. То есть нельзя сказать, что одну машину Opel, в истории Opel был очень интересный момент, когда они скопировали французскую машину. Это было в 20-е годы, когда в Германии жилось очень плохо, они взяли во Франции, ну, чуть-чуть... Но Opel вообще с Дорака начинался. Просто патентованного откровенно. Первой машиной Opel был французский Дорак. Ну, там была машина еще Луцмана, потом была машина Дорака. Это были патенты, это были соглашения. А тут немцы, конечно же, очень сильно обиделись на французов за результаты Первой мировой войны. И они просто-напросто взяли у французов и умукнули конструкцию автомобиля малолитражного. У французов это называлось Citroën Citron. Такой вот он был, лимончик маленький. А у немцев машину назвали Laubfroche. То есть древесная лягушка, квакша обыкновенная. У Citroën был желтенький, лягушка у Opel был зелененький. Вот была такая история, например. Вот там точно подсмотрели. Там вот машины можно было просто ставить рядом и сравнивать. Искать отличия. Да, да. Здесь же все-таки нет. Здесь вот есть некие интересные решения, которые... К тому же сейчас, конечно, все немножко... В наше время все немножко строже с точки зрения патентного права. Ну да, мир уже открыт. Но при этом немцы, работая над определенной идеей, убедились в том, что коммерчески она будет несостоятельной. Поэтому не стали продолжать дальше. Но многое применили в дальнейшей жизни. А у нас на Ми, поскольку существовало само по себе, оно делало эту машину только для себя. И ни один завод не взял ничего отсюда. Абсолютно. Хотя, в принципе, она же, эта машина могла быть, например, следующей АКОЙ второго поколения. Это АКОНЕКСТ, но тоже не состоялась. Ну, у советских же собственная гордость. Какой завод возьмет проект со стороны? Как же так? А зачем? Только если прикажут. А зачем? Ну, а кто будет приказывать? Как бы... Да, на тот момент уже некому, но если помнишь, там тот же самый Туполев, например, копировал чужие самолеты, Дугласы, потому что вариантов не было, приказали и сделал. Скопировал, причем вплоть до никому непонятной дырки в фюзеляже. С автопромом было по-другому, конечно же. И идеи, отработанные НАМИ, они остались просто достоянием истории самого института. К сожалению, в НАМИ было разработано огромное количество техники. Вот этот автомобиль, он имеет официальный индекс, как вот здесь написано, например, НАМИ 0288. На самом деле есть среди самих же сотрудников НАМИ броет гипотеза, что вот этот вот ноль впереди, это вовсе не ноль. Это цифра О, буква О, прошу прощения, буква О от слова опытной. То есть это вот опытный 288-й проект института НАМИ. Получается по счету. Почему на японском языке буклет? Автомобиль возили на токийский автосалон. Он там сделал, просто, так сказать, фурор совершил, потому что народ просто обалдел. А это же 88-й, 89-й год. В 1989 году автомобиль привезли в Токио на салон. Это же перестройка, это же... Русские в моде. Да, матрешки, Горбачев, прочее, прочее. Автомобиль произвел фурор, потому что никто не думал, что вообще в состоянии русские делают такие автомобили. Поэтому проспект, это проспект с японской выставки, это раритет такой вот. Библиографическая редкость. Да, да. Но японцы, только лишь заинтересовались, только похлопали русских по плечу и сказали, вы ребята тоже молодцы, или намострили носы на те технологии, о которых ты говорил, патентованные. Вот поворотные сидения они увидели, они у них появились. Я видел несколько японских концепткаров с вот этим решением планировки салона, когда можно развернуть сидения вообще друг к другу и организовать некое рекреационное пространство внутри салона. Ну, во время остановки, естественно. Идея поворота сидений, она не нова. Крутились, вертелись, как в свое время возница на оболочке. Ну, да, да, да. Другое дело, что техническое воплощение. Да, да. Вот они увидели, они подсмотрели. То есть, подводя итог разговора, у немцев концепт не пошел, потому что немцы вовремя остановились и поняли, что Opel Max это интересно, но бесперспективно с точки зрения массового производства. А русский автомобиль, который предугадал немецкие идеи, был просто приятным разнообразием трудоголиков, входящих на работу каждый день в Нами. Ну, вообще, я представляю, как эти люди были горды. тем, что их автомобиль оценили в Японии на тот момент, в общем, стране, которая была лидером автомобилестроения. Значит, этот момент очень хорошо отображен в фильме «Такси-2», когда Пежо показывали японскому министру обороны. И, если ты помнишь, главный герой спросил, мы что, собираемся продавать японцам автомобиль? На что ему комиссар Жибер сказал, нет, ничего невозможного. Да, 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 да. Вот это вот та история. Но у этой истории, ведь, как всегда, есть еще масса всяких граней, потому что японцы посмотрели, научились чему-то у русских, немцы посмотрели, чему-то научились у русских. Мы остались, как всегда, с носом. Теперь мы охотно ездим на немецком, на японском, забыв о том, что у нас было. А в нами подобных фейерверков, идей, которыми мы гордились, ведь было в избытке. Мы там насоздавали кучу всякой техники, которая тоже отчасти опылила талант иностранцев. Или нет? Мы опылили талант иностранцев напрямую, потому что огромное число, без преувеличения, очень много. То есть, вот, десяток человек, в лед тебе назову, людей, которые работают на западные заводы, творят дизайн, разрабатывают конструкции. Ну, это сейчас, но ведь в том числе была первая волна наших, которые люди, выученики советской системы тоже были уже там востребованы. Вот в то время как раз вот они и пошли. Они пошли, они и пошли, понемножечку их начали перетаскивать, потому что это страшное дело, когда у человека в голове есть идеи, он не может их реализовать. Это был Денис Орлов, журналист, историк, писатель, инженер.